Однажды Господь дал мне это слово, когда проповедовал в городе Кингисеппе. Я надеюсь, что сегодня я смогу сказать об этом хотя бы частично или как Бог даст мне, потому что я верю, что в этом есть Божье видение и картина того, как хочет Он, чтобы мы служили и чтобы имели смысл и цель. И в Евангелии Ана, 10 главе, я прошу вас, откройте, пожалуйста, у кого с собой Библии, печатные Библии или электронные Библии, пожалуйста, Евангелие Ана, 10 глава. Но здесь интересная-интересная такая парабола или притча или параллель, которую Господь показывает нам о самом себе и прямо показывает нашу жизнь. Друзья, мы слышали сегодня слово, что Христос пришел взыскать и спасти погибших. Прежде чем мы прочитаем в Иоанна, вспомните еще 1 Тимофею, кажется, 1,15 говорится. Христос пришел в мир спасти кого? Грешников. В каждом месте Христос пришел в мир спасти грешников. И апостол Павел говорит, из которых я первый. Христос пришел в мир спасти грешников. Это цель, которую нам никогда нельзя потерять. Никогда нельзя. И даже если бы нам не хотелось, даже если бы нам не хотелось евангелизировать, допустим, мы бы переживали, как Иоанна, он не хотел пророчества, даже если бы он не хотел, но не хотел он идти в Ниневию по разным причинам. И он подозревал, что Господь милостивый, и Он обязательно их простит. А я окажусь в опале, я окажусь таким непопулярным, что вот я предупреждал их, 40 дней Ниневия будет разрушена. Вот даже если бы у нас было не то настроение, и даже если бы у нас были бы свои заботы и свои переживания, то Господь говорит нам, Он повелевает нам. Он повелевает и говорит, идите и проповедуйте. И кто будет веровать и креститься, будет спасен. И вот эта святая обязанность, вот это дело Божие, которое Бог там вручил, оно остается пожизненно до прихода Иисуса Христа. Апостол Павел так сказал в послании филиппийцам, он говорит, я уверен, что начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Филиппийцам 1 глава и 5-6 стих, нет, 4-го. Филиппийцам 1-4. Благодарю Бога при всяком вспоминании о вас всегда во всякой молитве моей, за вас, принося с радостью молитву мою. Почему с радостью? Он радовался за их участие в благовествовании с первого дня и даже до ныне. Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать это даже до дня Иисуса Христа. Павел говорит, я должен так думать о вас, я имею вас в сердце, я уверен о вас. Бог хочет быть уверен о нас, что до дня Иисуса Христа, до пришествия Господа, мы не умолкнем, не перестанем свидетельствовать и говорить Слово Божье в маленьком кругу, одному человеку, группе, толпе. Господь хочет, чтобы мы не перестали этого делать. Поэтому для нас остается поручение еще, потому что жизнь продолжается. Рождаются новые дети, новое поколение вырастает людей, молодежи, для которых нужна специальная отдельная работа, евангелизация. Приходит поколение детей, приходит поколение детей, которые не слышали Евангелия, которые не выросли в церквях, и о них Господь переживает. И старшее поколение, которым Господь вновь и вновь стучит и говорит, и борется за них. Есть люди, которые особенно крепко находятся в цепях сатаны. Они уловлены в волю дьявола, они связаны страшными пороками, зависимостями, алкоголем и так далее. Но и Господь их силен освободить по воле Божьей. И поэтому Господь говорит нам, чтобы мы шли и проповедовали. И в связи с этим мне пришло слово на сердце сегодня из Евангелия Иоанна 10, потому что Христос пришел спасти. И вот Он говорит, «Истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овечий, но перелазит через забор Индии, тот вор и разбойник. А входящей дверью есть пастырь овцам. Ему передверник оттворяет». То есть тот, кто сторож охраняет, он оттворяет. Он зовет овец по имени и выводит их. И когда выводит своих овец, идет перед ними. И овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Эту притчу сказал им Иисус. Но они не поняли, что такое Он говорил им. И так опять Иисус сказал им, «Истинно говорю вам, я дверь овцам. Все, кто приходили до Меня, они и суть воры и разбойники». То есть те, кто приходили с человеческими идеями, те, кто приходили с мятежом, например, как ворава или кто-то другой, были воры, и они были разбойники. И овцы не послушали их. «Я дверь, кто войдет Мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Здесь Господь представляет картину человечества в виде стада овец. Он представляет в виде нежных, добрых, милых, красивых животных, которым нужен пастух. Домашние животные, они не могут существовать без человека. Бог усмотрел так, что Он видит нас, что без Него мы не можем жить. Без Него мы не можем существовать. Без Него мы не можем пастись. Без Него мы не можем правильно поступать. Бог показывает картину. Животные – это очень серьезно. Даже кошек некоторые не оставляют надолго. Они поручают соседям покормить, позаботиться, потому что животное будет страдать. Также домашние животные, собака или что-то. То есть есть такие животные, особенно, как козы, овцы, коровы и так далее. Они погибнут без помощи. Они домашние. И они созданы для того, чтобы служить дому, семье. Человек не может жить без Бога. Это не жизнь, это духовная смерть. И Христос говорит о пути, как Бог приходит к человеку. Евангелие Иоанна показывает нам первое, что Он заходит законно. То есть Он идет не нелегально, Он идет открыто. Он идет честно, законно. Бог был послан. Иисус Христос, Бог Иисус, мы говорим, Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Иисус был послан Отцом. Ему предверник оттворил. То есть Иоанн Креститель показал на Него и сказал, это Агнец Божий. Он берет на Себя грехи всего мира. Христос пришел законно. Он был послан. Он подчинился Отцу. О Нем было предсказано, открыто. Так рождается каждое служение. Оно не рождается само по себе. Оно приходит через других людей, как правило. То есть Бог дает откровение кому-то и поднимает кого-то на служение. Павел говорит, что Господь избрал его. И Господь явился ему лично. И сказал ему, что ты гонишь меня и так далее. И сказал ему, иди, я скажу тебе, что делать. И избрал его на служение. И это отдельный, отдельный случай, когда прямо Господь явился и сказал. Но это было знамение для него. Но, как правило, Господь берет и говорит через других людей. Он избирает, открывает. Чтобы человек не сказал, что это я пошел, и я сам. Но Господь указал на него и открыл ему. Это сильное подтверждение. И вот Господь Иисус пришел. И первое написано, что Он делает. Он ходящий дверью. Первое, Господь хочет, чтобы ты пришел куда-то. Я хочу параллельно говорить сразу о нашу жизнь. Бог хочет, чтобы мы были входящими. То есть те, которые приходим туда, куда нужно прийти. То есть к овцам, к народу Божьему. Бог посылает тебя. Первое, что нам нужно, пойти. Это самое первое действие. Господь говорит, идите по всему миру. Церковь, каждый верующий, это тот, кто ходит. То есть идет, направляется туда, где есть нужда. К одноклассникам, к соседям, к знакомым, к родственникам и к незнакомым. Первое действие. Господь показывает, что делает спаситель овец. Что сделает Господь? Он приходит. Господь говорит, не вы меня избрали, я вас избрал и поставил, чтобы вы шли и приносили плод. Иоанна 15, стих 16. Первое, нам обязательно нужно пойти. Поэтому, когда мы берем приглашение, или без приглашения, но мы идем к кому-то и говорим, пойдем, послушаем. Может быть, это поможет. Бог коснется тебя. Может быть, Господь тебя исцелит. Пойдем, заодно покушаешь, пообедаешь, если нуждаешься. Или церковь там поможет, подберет тебе одежду. Но если человек в нужде. Но мы зовем прежде всего ко Христу. Пойдем к Богу, Он поможет тебе. Он благословит тебя. И поэтому ты можешь звать людей, говорить им, приглашать их. И первое, что обязательно в нашем действии должен быть шаг, идти. Итак, Иисус пришел. Он приходит. Второе. Он зовет. Здесь сказано, Он зовет своих овец по имени. Он зовет и выводит их. Первое. Звать. Мы можем никогда не позвать людей. И это будет нашей ошибкой. Но кто-то позовет, и будет ему награда. Звать. Это важно. Это важно. Это очень, очень, очень важно. И в нашей жизни должно быть несколько. Первый шаг. Прийти к человеку. Позвонить. Писать. Прийти лично. Второе. Звать его. Третье. Выводит их. Это значит помочь ему идти, вывести его. Поэтому в таком случае можно назначать где-то встречу. Давай вот встретимся там, в таком-то районе. Я... Пойдем вместе. Вывести. Подождать его. Встретить его. Вот так делает Господь. Христос Иисус, Он встречал людей. Он звал людей. Помните, Он позвал Вартемея. Ему сказали Вартемею. Иди, Он зовет тебя. В Ветхом Завете Господь много раз говорил слово. Я звал. Я звал. Такое есть слово. В Исаии есть. В Осии. Господь звал, призывал, взывал. Это должно быть и в нашей жизни. Кто верит, что Иисус есть пример нашей жизни? Вот кто образец пример нашей жизни? Аминь. Это значит во всем. Если Иисус крестился, нам нужно креститься в воде. Если Христос проповедовал, нам нужно проповедовать, свидетельствовать. Если Христос делал добро, и мы должны подражать Ему. Если Он любил людей и врагов, мы должны любить людей и врагов. Умирая на кресте, Он любил своих мучителей, благословлял их. И мы должны это делать. Господь, Он наш пример во всем. Итак, Он пришел. Второе, Он звал. Третье, Он выводит их. Это сопровождение. Четвертое, говорится, идет перед ними. Идти перед овцами, это значит показывать им дорогу. Это значит показывать личный пример. Это показывать путь рядом. Мы не просто посылаем людей к Богу. Мы хотим и должны идти вместе с ними. Но я вернусь в третий пункт. Это выводит ее. Я хочу такой пример привести, библейский пример. Когда апостол Павел, он был савлом, еще не был апостолом, и он был обращен к Богу, Господь встретился с ним, но Господь стал его вести через людей. Хотя он был избран не человеками и не через человеков, как написано в послании Галатам, но самим Господом, он, однако же, имел директиву, направление через людей. Поэтому в Деянии апостолов... Есть такой пример. Давайте посмотрим Деяния апостолов, 9 глава, 27 стих и 30 стих. Смотрите, Деяния апостолов, 9, 26. Савл, ну, нет, давайте еще раньше возьмем, пожалуйста, здесь Деяния, 9 глава, 10 стих. В Дамаске был один ученик именем Анане, и Господь, видя ему, сказал Анане, он сказал, я, Господи, он сказал, встань, иди на улицу, называемую прямую, и спроси в Иудином доме Торстянина по имени Савла, он теперь молится. И видел, то есть Савл видел в видении мужа именем Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руки, чтобы он прозрел. Мы видим, что здесь Господь начинает употреблять человека, и вот дает ему встречу с человеком. Господь говорит, зовет их, выводит их. И поэтому Анане сказал, что ты медлишь, встань, крестись, омой твои грехи. Вот началось водительство, выводит их. И таким образом, в одном месте, вот позже, когда Павел говорит, сидеть, он говорит, что ты медлишь, встань, крестись, омой твои грехи, призвав имя Господа Иисуса. И вот здесь, в 9 главе, мы получаем, он получает направление и начинает, принимает крещение Духом Святым, принимает крещение, начинает проповедовать. И дальше он оказывается в Иерусалиме. Стих 26. Савл прибыл в Иерусалим. Почему? Потому что он был гоним, его хотели в Дамаске, на него покушались, хотели убить, его в корзине опустили по стене. И таким образом, он избежал казни, расправы, и пришел в Иерусалим. Но смотрите, Савл прибыл в Иерусалим, 26 стих, и старался пристать к ученикам, но они боялись его, не веря, что он ученик Христа. И вот здесь понадобилась опять помощь. Смотрите, 27 стих, Варнава же, взяв его, привел к апостолам и рассказал, как на пути он видел Господа, и как говорил ему Господь. И он в Дамаске смело проповедовал во имя Господа. Смотрите, взял и привел его. Господь говорит, идет перед ними, перед овцами, ведет их, привел его. Это правильно, когда вы зовете одноклассниц, одноклассников. Это правильно, когда вы зовете кого-то. Вот он взял Савла и привел его. Бог хочет, чтобы мы приводили людей на собрание, чтобы назначили встречу, время, сказали, знаешь, я вот приду за тобой во столько-то, или вот во столько-то, давай, пойдем, послушай, Бог может спасти тебя, Он может помочь тебе. Прийти к человеку, звать человека, идти перед ним или вывести его. Бог хочет, чтобы мы вывели людей из их окружения, из их состояния, привели их к Господу. И вот Савла привели, он о нем рассказал, и он пребывал с ними, исходя, входя в Иерусалиме, и смело проповедовал во имя Господа. Говоря же, состязался с еленистами. Еленисты – это из греков обращенные. И они покушались убить его. 30 стих. Братья, узнав об этом, отправили его в Кесарию и сопроводили в Тарс. Посмотрите, здесь забота какая. Братья позаботились о нем и отправили его. Вот здесь показывается водительство или пастырство, направление, забота, попечение на примере апостола Павла. Теперь в 11 главе Деяния апостола, в стих 25, Деяния апостола в 11, 25, здесь рассказывается о Варнаве. Он пришел в Антиохию. В Антиохии была первая церковь. Там действовал Господь, там была благодать, там было большое благословение. И вот туда пришел Варнава. Он добрый человек был. Он был очень добродетельный. И когда он пришел туда, он возрадовался, увидев благодать Божью. И он убеждал их держаться Господа искренним сердцем. Потому что он муж был добрый, исполненный Духа Святого и веры. И приложилось довольно народа к Господу. Это через служение Варнавы. Потом Варнава пошел в Тарс искать Саввла и, найдя его, привел в Антиохию. Мы видим, что Саввла Бог ведет дальше. В Тарсе, где он находился, об этом знал Варнава. И Варнава почувствовал в сердце, что Саввл должен быть теперь в городе Антиохии. И он пошел туда за ним и привел его. Знаете, Бог говорит много через служителей. Если мы действительно хотим знать волю Божию, Бог говорит нам, в каком месте мы должны жить. Часто, может быть, не всегда, но я думаю, что часто и пастыри чувствуют, что вот этот человек, он должен жить именно в этом городе. Что он нужен именно в этом городе. Например, в Нарве. И иногда Господь вот открывает другое, что он человека отпускает или благословляет куда-то. Но вот Варнава, он чувствовал от Бога, что место Саввла, оно в Антиохии. И он его привел туда. Поэтому Бог хочет, чтобы мы имели так же чувствование и вели людей к Богу. И мы чувствовали, что их место в церкви. Чтобы мы чувствовали их место, молились о них. Чтобы мы были для них как духовные родители, хотя мы не называем себя отцами. Но чтобы мы сопутствовали им, сопровождали их, пока они уже будут в совершенной воле Божьей. И тогда уже, когда они находились в Антиохии, в тамошней церкви, через какое-то время, и долгое, возможно, время, в 13 главе уже говорится, там были пророки и учители, и в числе их был Саввл. И когда они служили Господу и постились, то Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Саввла на дело, которому я призвал их. И вот дальше мы уже находим, Дух Святой начинает вести. И уже Павел пошел сам по водительству Духа Святого, взял с собой Варнаву, и началось такое движение, когда уже сам Господь руководил ими. И они шли по разным городам, по всей Асии, и там огромные расстояния проходили, путешествовали на море. Всю свою жизнь он посетил, он был руководим Духом Святым. Но Господь вначале употреблял служителей, как мы читали выше, чтобы направлять Его, чтобы давать Ему директиву, направление. И вот Господь хочет, чтобы мы с вами, мы направляли людей к Богу, потому что Он пришел, чтобы им помочь. Направляли их в церковь, приводили их к исцелению, приводили их к покаянию, молились за ними, за них, следили, как бы наблюдали за ними, или ухаживали, заботились о них, чтобы они выросли в возраст Божий. Это задача Христа. И вернемся в Евангелие Иоанна 10 главу. Здесь говорится о том, что Он идет перед ними. Идти перед человеком, это значит быть готовым первому встречать все трудности и свою жизнь, свою грудь подставить под атаки все. То есть стоять за человека, молиться за человека, сражаться за него с сатаной. Идти впереди, это значит не то, чтобы толкать человека перед собой, но быть готовым личным примером вести человека. Вот так Господь ожидает от нас по отношению к нашим знакомым. И это еще не все. В Евангелии Иоанна 10 главе здесь говорится очень сильное действие одно. Пятое действие. Пятое действие. Господь говорит «Я есмь пастырь добрый» 14 стих. «Я знаю моих, и мои знают меня». Ты чувствуешь, что это от Бога вот этот человек, он будет спасен. Ты чувствуешь, что он будет Божий. Ты веришь. Ты знаешь своих. Ты можешь знать это заранее. Ты можешь чувствовать, что сын, дочь или кто-то будет спасен. Но я хочу сказать еще другую мысль. Он сказал «Как отец знает меня, и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец». Пятый принцип. Бог хочет, чтобы мы свою жизнь посвятили вот этой работе. Чтобы мы посвятили спасению наших близких. Положили жизнь за них. То есть готовы были умереть. Вот умереть там, где ты проповедуешь Евангелие. Отдать свою жизнь. Это не напрасно потраченная жизнь. Жизнь свидетельства. Жизнь заботы, попечения, молитвы за других. Это правильно посвященная жизнь. И Христос сказал «Я сам отдаю ее жизнь. Никто не забирает у меня. Я сам отдаю». И вот Христос показал нам пример, как отдать жизнь. Павел отдал жизнь за Евангелие. Стефан отдал жизнь за Евангелие. И Иакова убили мечом за Евангелие. И других апостолов. Они все отдали жизнь за Евангелие. То есть это цель, ради которой стоит умереть. Кто-то сказал такое выражение, что если ты еще не нашел цели, за которую стоит умереть, то ты еще не нашел цели, из-за которой стоит жить. То есть та цель, ради которой стоит жить, это именно та цель, ради которой стоит умереть. Это значит, что быть готовым отдать и посвятить всю свою жизнь, и чтобы спасти во что бы то ни стало, взыскать и спасти погибшее. И вот Христос ради этого умер. Это было не напрасно. Это было ради многих, ради множества и ради спасения вечного для множества, множества, множества людей, о чем каких Иоанн видел уже в книге Откровения. Бог ему заранее показал видение в белых одеждах, стоящие пред престолом, с пальмами и ветвями в руках, которые славили и благодарили Бога. И так вот жизнь служения, она включает в себя также и вот это совершенное действие, действие любви Божьей, потому что описано, никто не может, нет больше той любви, если кто не положит душу свою за друзей своих. Поэтому вот эта жизнь стоит смысл. Смысл жизни – это не в том, чтобы получить какое-то имущество. В этом нет смысла жизни. Имущество – это средство для какого-то смысла жизни, в том числе для отдыха, в том числе для служения, в том числе для покоя, в том числе для того, чтобы этим послужить кому-то. Но это не является смыслом. Это лишь средство для исполнения смысла жизни. Поэтому здание – это средство, чтобы выполнить тот смысл, который Бог нам дал. Это спасти, благословить и помочь. Поэтому мы заботимся о здании. Мы с вами с Божьей помощью старались делать все, что в наших силах и сверхсилах, чтобы его ремонтировать, конструировать, делать. И будем делать с Божьей помощью дальше. Но в этом есть значение. Но мир без Господа, они поставили имущество как смысл жизни. А Бог ставит отношение с Богом как смысл жизни. Потому что это будут вечные отношения. Если построить отношения с Богом здесь на земле, они будут вечные на небесах. И чтобы построить отношения с Богом, это нужно, конечно, покаяться, верить, принять Слово, служить Богу, как Он хочет, исполниться Духом Святым, построить отношения с Богом. Отношения на основании праведности, на основании веры, на основании истины Слова Божьего и любви к Богу. И поэтому Бог, Он любит отношения. Если у человека есть хорошее отношение, то это дороже. Библия говорит о том, что мудрость больше богатства. Любовь также, она дороже всего. И поэтому, если человек, например, кто-то болен или кто-то из очень близких тяжело болен, человеку не жалко денег, он все отдаст. Там на операцию он сделает. Потому что имущественные вопросы, они гораздо ниже. И люди собирают пожертвования, там спасают жизнь ребенка. Делают это потому, что жизнь и жалость, и милосердие, любовь к этой душе гораздо важнее, чем имущество. Так поэтому Христос сказал, что тело больше пищи. Пища – это имущество. Тело – это храм Божий. Скажем аминь, аминь. И душа больше пищи. Душа – это внутренний человек. Он гораздо выше, чем внешний. И человек, находя покой душе своей, он понимает, что в принципе ему не это главное, чтобы иметь там много-много-много одежды или много-много денег. Нет. А иметь вот то, что он имеет, и не потерять это. Иметь Духа Святого, иметь мир, иметь благословение в Господе. И вот Христос, чтобы мы получили отношения с Богом, чтобы восстановили отношения с Богом, он умер за это. И поэтому написано, пастырь, он идет и полагает, добрый полагает жизнь свою за овец. Это одиннадцатый стих. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Теперь в этом учении есть еще важное учение. Это учение такое об опасности. Потому что сказано в девятом стихе, в десятом, вор приходит, чтобы украсть, убить и погубить. То есть, почему Бог защищает овец? Почему Он ведет, почему идет перед ними? Почему зовет их? Почему жертвует за них жизнь? Потому что, если Он это не сделает, они погибнут, то есть, они будут погублены. И это спасение совершается, чтобы никто не погиб, Иоанна 3,16. Чтобы никто не погиб, но имел жизнь вечно. То есть, спасение это не то, чтобы выбор, что вот мы имеем что-то хорошее на земле, а спасение это что-то получше. Но нет, спасение это единственное хорошее, потому что то, что мы имеем на земле, это временное, и оно все, земля, все дела на ней сгорят. И мы можем погибнуть без Бога. Но спасение это единственный правильный выход, это единственная дверь, единственный выход. И поэтому Господь, Он убеждает нас, чтобы мы посмотрели на этот вопрос очень внимательно. Он говорит, приходит вор, чтобы украсть, убить и погубить. Цель сатаны – украсть веру в сердцах детей, в сердцах взрослых, разрушить сердце грехом и погубить. Мне один друг прислал из Финляндии смс, там написано «Еврейская мудрость». Там дети у стены плача стоят, и с ними раввин, и они молятся, ну, дети, мальчишки у стены плача в Израиле. И там написано, что если не говорить с детьми о Боге, то уйдет вся жизнь на то, чтобы говорить потом с Богом о детях. «Еврейская мудрость». Аминь. И поэтому Бог хочет, чтобы мы говорили детям, чтобы мы внушали им, объясняли, проповедовали. Потому что если мы не будем это делать, то придется всю жизнь с Богом говорить и молиться о них. И поэтому Господь зовет нас, чтобы мы практически начали действовать так, как действовал Господь. В Евангелии она 10. Вплоть до того, чтобы жизнь свою посвятить и отдать. Субтитры создавал DimaTorzok